Всем привет! Меня зовут Иван Горизонт, а я Степан Головь. И это проект БОЛЬ. Это проект БОЛЬ, шоу, в котором мы делаем татуировки на самых болезненных частях тела. Здесь мы узнаем только две вещи. Первое. Насколько вообще возможно вытерпеть эту адскую боль? И второе. Что ждет мастера при нанесении татуировки на неудобное место? Степан, расскажи, что ты будешь сегодня делать? Мы сегодня будем делать татуировку в штатныш. Это прекрасно. А что ты будешь сегодня делать? Мы сегодня делаем орнамент. Какой-то орнамент. Я хотел сделать паутины, но Диана сказала, что паутины слишком много. Ты уже делал татуировку на татуировку? Нет, подмыхи пустые, но мне кажется, что это что-то похожее на сгибы. Может быть. Наверное. Я надеюсь. Какая самая болезненная татуировка на тебе? На данный момент самая болезненная – это колени. Как ты думаешь, что сегодня будет больнее, чем на коленях? Я думаю, что это около того. Но у меня шкала измерения – это 10 колен из 10 возможных. Вот я думаю, что будет 9 колен из 10 возможных. Или 10 с флагами? Или, может быть, да. Я должен спросить тебя, ты точно готов на это? Сейчас последний шанс слететь и сказать «нет, я засал, это слишком жесткое место». Да ты же все равно это выложишь. Нет, я готов. Готов? Да. Сегодня мы делаем Степану Голубу такой орнамент. Скажи, пожалуйста, Диана. Диана – это мастер, который будет забивать Степану. Ты делал уже когда-нибудь на подмышках? Чувак, я не знаю, как это переводить, я не знаю, как это бить. Я около двух лет занимаюсь татуировкой, и нет, я не делал татуировки в подмышках, потому что это первый Диана за всю мою жизнь, который согласился на это. Проект БОЛЬ! Что, Степан, скажи, пожалуйста, а ты будешь прям все закрашивать? Прям вообще все, что сейчас переведено? Да. Ты уверен? Ну, это проект БОЛЬ или не проект БОЛЬ, я не понимаю. Я, я, честно, вот думаю, что надо сразу девяткой магнумом просто все вкрасить, и все, и без лишних контуров, без точек, без троечек всяких, да? Намного быстрее это будет, чем делать точками, делать контура. Вы бы хоть сначала объяснили, что изначально мы планировали сделать это точками, но так как это, блядь, чисто технически, я не представляю, как сделать, потому что я и не делала татуировки подмышкой, блядь, то, скорее всего, мы просто вкатаем все это магнумом, без градиентов, без всего, просто тупо черным. Наверное, начнем с краю, да, и постепенно будем делать тебя больно. Лежи в центру. Так, я уже точно уверен, что второго выпуска не будет. Давай. Блядь. Да, мы подходим к центру, все нормально. Как дела? Блядь. Прям пожилки, прям, знаешь, типа... Да, в центре очень клево. Ну, чтобы точно было все черным-черно. Смотри, давай еще раз. Вот. О, сука, ты специально, да? Блядь. Это ты только одну линию, да, сделала? Да. Блядь. Мне почему-то кажется, что вот здесь вот и вот здесь вот будет намного больнее, чем в центре. Что, Степан, тебя сделали, наверное, четверть. Как ощущения? Ну, уже чуть больнее, чем в начале. Мне кажется, в центре будет вообще жесть. Вот как будто бы, знаешь что? Как будто бы вот тут вот, вот тут вот, больнее, чем вот тут вот. Очень странно. Давай ты закроешь глаза, я ударю тебе иголкой, а ты скажешь удар. Давай. Давай. Ты готов? Давай. Я даже не буду растягивать кожу, чтобы ты не понял, где это было. А, блядь. Нет, я подумал, что вот тут. Давай еще раз. А, блядь. Самый центр, самый центр. Нас ждет, нас ждет интересное завершение. Очень интересное завершение, друзья. Блядь. Ты уже прочувствовал боль сильнее, чем когда-либо чувствовал? Нет. Нет. Колени все еще больно? Колени все еще на первом месте. Колени на первом, подмышка на втором, ребра на третьем. Сколько колен? Десять нахуй! Я не слышу! Десять колен из десяти! Десять, 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 десять! Блядь, остановись, пожалуйста! Фух, сука, не, нахуй, 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 нахуй. Давайте покурим, давай покурим. Блядь. Надо покурить. Да, я доделаю этот. Нет, давай покурить. Нет, мне доделай этот участок, пока он не отпух. Все, 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 давай, поставай их. Блядь, аж голова кружится, это пиздец просто. Пиздец, еще, блядь, вот самое больное, а вот тут как будто бы. Я вижу, надо вот так, да, стоять? Солидарность к той боли, которую ты испытываешь. У нас нет сегодня разделения на контур и закрас, мы сразу красим. Сразу красим. Поэтому, скажи, как первая половина прошла? Сначала изи вообще. Что, рука затекла, да? Да, 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 что-то неудобное. Сначала изи, типа, ну, так чуть-чуть неприятно, а потом все больнее и больнее, на самом деле. То есть, чем ближе мы подбираемся к центру... Не, мне кажется, даже не к центру, мне кажется, просто чем выше к центру. Да, да, да. Ну, а пока мы ждем голубя, я хочу вам посоветовать магазин тату-оборудования 28ОП, где мы берем весь став и всю расходную часть. Залетайте в описание, проверяйте все сами, там самая быстрая доставка и самые низкие цены. Ну, а мы тем временем приступаем к завершающей стадии набития нашей татуировки. После перекура обычно больно. Ты готов? Нет. Блядь, уже больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я предлагал тебе остановиться. А, еще можно? Уже нет. Сука! Ты орешь очень громко. Потому что мне очень больно. Логично? Блядь! Блядь! Если этот ролик наберет 16 тысяч лайков, то мы возьмем и закрасим мне сосок в черный. А? Мне кажется, надо признаться, что если волосы будут несовершенны, это твоя вина. Я полностью согласен. А почему ты смеешься? Да потому что я дергаюсь. Сделай ему больно, что он смеется. Блядь, пожалуйста, подожди. Не пашь его. Да, я скажу. Можно я скажу? Можно я скажу? Я просто дергаюсь, я не контролирую это. И, ну, типа, мне больно. Блядь! Все, все, все! 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 Как же больно, блядь! Диана, скажи, пожалуйста, каково было набивать эту татуировку? Я вижу, по-твоему лицу, что отвратительно, но почему? Просто это место, на самом деле, несложное. Красится просто, отекает, ну, на три из пяти шакалов. Но сложность нанесения, самое главное в том, что кто-то дергается очень сильно, как ебаный эпилептик. Татуировка вышла на шесть тату-шакалов из десяти. Ну, прям... Шесть тату-шакалов? Нет, нет, я не довольна. Ты вот когда-нибудь еще возьмешься бить на это место? Как тебе вообще все? Расскажи, Степа, как тебе? Я доволен. Да, я доволен, что Степа доволен. Я считаю, что... Вот раньше я считал, что колени самое больное, но вот подмышка сравнялась. Вот они вот прям делят прям ноздря в ноздрю. Колени, когда бьешь, там сразу больно, а подмышка, типа, сначала думаешь, чего вообще, изи. А не, нет. Сначала было хорошее. Как ты вообще дошел до конца, скажи? А мы не дошли до конца. Ну, мы не докрасили. Видно было, нет, что мы не докрасили? Там целая куча недокрашенных кустов. Да нет, нормально. Мне кажется, такой стиль просто изначально должен был быть, и мы так докрасили. Мне кажется, татуировка закончена. Стиль шакальный, да? Шакальный стиль. Ты готов сделать вторую подмышку? Через какое-то время, и... Я вот сразу сказал, давай сделаем паутину. Ну. Все, изи, никто бы не дергался, получилась бы традициональная тазировка. Я правильно говорю? Традиционная? Традициональная. Традициональная тазировка получилась бы. Нет, подмышку может быть, но что-нибудь попроще, не так много. Чтобы, знаешь, за час уложиться. Ну так все-таки, это самое больное место или нет? Вот, мне кажется, нужно еще раз колени попробовать, чтобы понять. Мне кажется, они вот наравне, прям на первом месте. У меня вот колени и подмышка. И вот, мне кажется, надо попробовать еще раз колени. По итогу, тебе понравилось, что у тебя вышло? Да, я очень доволен. Такой типа па-па-па. Прикольно. Слушай, а я недоволен. Я недоволен, потому что в этом шоу не было Димы Астанина. Мне кажется, надо бросить ему вызов. Мне кажется, что в Питере просто, типа, все под бейсболом бьются, чувак. Слушай, может быть, Питер не готов к проекту боль? Нет. Питер максимально не готов к проекту боль. То есть проект боль Питер? Нет. Друзья, если вы готовы дальше смотреть проект боль, и если вам зашел новый проект боль, надо очень много раз говорить про проект боль. Каждый раз проект боль. Но Питер точно не готов к проекту боль. Если, может быть, Питер думает, что Питер готов к проекту боль, может быть, примет наш вызов. И для того, чтобы вы были в курсе, подписывайтесь на инстаграм Забитые. Там будет самая первая информация о том, примет ли Диман вызов наш, и будет ли продолжение шоу проекта боль. Ну и подписывайтесь на мой инстаграм. В нем будет вся информация о том, как я монтирую, какие-нибудь неудачные дубли и прочая закулисная жизнь проекта Забитые и вообще проекта боль. Всем спасибо за просмотр. Лайк, комментарий, подписка. Ну и всем пока. Проект боль! Проект боль! Субтитры сделал DimaTorzok